Всем привет и добро пожаловать на мой канал, меня зовут Юля, и в этом видео я бы хотела вам показать свои фавориты лета и также сентября. В этом видео будет декоративная косметика, будет уход, будут кисти, будут ароматы и также будут несколько разочарований, потому что куда же без них. Не могут все покупки быть абсолютными фаворитами или же по крайней мере среднячками есть и конечно же то, что не подошло. Еще хотела сказать, что в конце июня у меня было видео про фавориты июня и конца весны, все те фавориты все еще актуальны, так что если вам это интересно, то то видео посмотрите тоже обязательно. В этом видео я постараюсь не сильно перекликаться с теми фаворитами, чтобы моим постоянным зрителям тоже было интересно и чтобы вы не наблюдали из видео в видео совершенно одно и то же. Но несколько штук, несколько фаворитов оттуда все-таки к нам перебегут, вы уж меня извините, но это то, без чего я сейчас не могу. В общем, заканчиваю болтать, заканчиваю трепаться, если вам интересно, то оставайтесь вместе со мной и давайте начинать. Начнем с декоративной косметики, конечно, мы ведь все-таки на моем канале и покажу вам сначала фавориты для губ. Два фаворита это чем бы губы красиво накрасить и два фаворита это уходовые средства. Из того, чем бы красиво накрасить свои губежки, покажу вам два блеска. Один блеск от бренда Романд и один от бренда Шик. У Романд это версия Glastin Color Gloss и у меня это оттенок номер 02. И я, во-первых, обожаю средства для губ от бренда Романд, но во многих меня смущала, во-первых, отдушка, потому что что в тинтах, что в бальзамах, она очень химическая и неприятная. Это первое. Второе, например, в тинтах меня смущает то, что вот это вот сияние, яркость, красота, вот это вот как будто бы зеркальная влажная поверхность, она очень быстро просто исчезает и остается небольшой оттеночек. Это неплохо так задумано, это все-таки тинт, но я больше фанат именно вот такого финиша и поэтому этот блеск пришелся мне очень по душе. Он мега красивый, здесь теплый, бежево-персиковый, нюдовый оттенок, он хорошо смотрится что с макияжем, что без, он невероятно освежает, он очень приятный на губах и опять-таки вот это вот просто зеркальная поверхность на губах. Второй блеск, который хотела похвалить, это блеск от бренда Chic в версии Intense, называется он Lip Color Care и у меня это оттенок номер 07, тонкая версия Intense. И хоть эти блески, в особенности коричневые, много критиковали за оттенки, за подражание бренду Road от Healy Bieber, но все-таки блески, на мой взгляд, невероятно удачные. Во-первых, этот коричневый оттенок, он на самом деле не такой яркий, если вы боитесь коричневых оттенков так же, как и я, то можно совершенно на этот счет не беспокоиться. Сегодня на мне нанесен этот оттенок и нельзя сказать, что он какой-то слишком яркий. Мне нравится этот блеск тем, что он невероятно ухаживающий. Вот даже не оттенок, не трендовость оттенка меня привлекает, а именно формула, потому что она очень напитывающая, очень такая, как сладкая карамель обволакивает губы. Вот такая же небольшая, как будто бы даже пленочка, такая непроницаемая, при этом губы чувствуют себя комфортно, нет ощущения, что ты через 5 минут этот блеск съел, и тебе срочно нужно уже нанести что-то еще, потому что губы и сушеные, здесь есть вот эта вот приятная уходовая составляющая, которая позволяет вашим губам долгое время чувствовать себя хорошо и, в общем-то, не бежать каждые 5 минут обновлять этот самый блеск на губах. Я бы сказала, что это очень хороший запуск для тех, у кого губы вечно сохнут, и для тех, кто интересуется вот такими трендовыми оттенками. Следующие два фаворита — это уходовые фавориты для губ, и один — это лип мастерайзер Маллин Гетц, и второй — это бальзам для губ от бренда Сергей Наумов. У Сергея Наумова у меня эта версия бальзама лавандовая, это очень приятный тоненький бальзам с запахом ментола, цвета здесь как такового практически нет, и это средство нужно вот так вот растирать пальчиком, чтобы под действием тепла вашего тела бальзам чуть-чуть подтаял, и его было комфортнее наносить вам на губы, потому что непосредственно в банке он довольно твердый, и, например, при нанесении кисточкой он хуже скользит по губам, и, соответственно, получается не так хорошо, не такой хороший эффект. Мне нравится в этом средстве, как уже сказала, то, что оно лежит очень тонко. Это не толстенный слой какого-то масла или уходового средства, потому что многие уходовые средства для губ, они, на мой вкус, лежат слишком плотным слоем, особенно масла, они любят то растекаться, то лежать вот жирным-прижирным слоем, в общем, они как-то на губах ощущаются, а это средство, оно на губах не ощущается дополнительным слоем, но при этом губы реально становятся более напитанные, все шелушинки сглаживаются, губы более такие ровные и по текстуре, и на внешний вид, как будто бы все вот такие морщинки чуть-чуть подзаполнились. В общем, вещь очень хорошая, мне нравится для подготовки к макияжу, мне нравится в целом и на вечер просто намазать, когда хочется, и самое главное, что это средство действительно ухаживает за губами, а не делает только вид, что ухаживает. Понимаю, что средства от Наумова довольно дорогие, и многие критикуют этот бренд за это, но есть действительно хорошие средства, если увидите скидку на этот бальзам, то я бы все же советовала его попробовать. И второй мой фаворит, это фаворит совсем недавнего времени, он у меня появился в сентябре, и это вот такой вот увлажняющий бальзамчик от бренда Malin Goets. И это средство уже, в отличие от Наумова, лежит не таким тонким слоем, здесь слой довольно толстенький, он похож на жирную пленку, но при этом он очень комфортный на губах, нет ощущения, что вы себе просто салом губы вот так вот промазали, он очень хорошо увлажняет и напитывает, прям мега какая-то увлажняющая бомба, и при этом он еще, в отличие от блесков, не растекается по губам, он не растекается за границей губ, и он не пытается все время как-то убежать с губ и не доставляет дискомфорта. Также нет никакого ни запаха, ни вкуса у этого средства, иными словами оно мега комфортное. Вот для тех, кто очень привередлив, я бы советовала попробовать эту вещь, мне кажется, она будет вашим первым помощником, особенно зимой. Вот зимой, я думаю, это будет просто палочка-выручалочка, а не средство. Дальше давайте переходить к фаворитам средств для глаз, и начну с туши для ресниц. Любила я за последние 3-4 месяца вот эти вот три туши, причем любовь к ним приходила постепенно, сначала было непонимание, но потом пришло понимание, и я их очень даже полюбила. Первая тушь это Be Color Capsule, это самая на мой вкус пока что удачная термо-тушь, которая не осыпается, которая дает при этом и объем, и удлинение, и просто потрясающе смотрится. Поэтому ее больше упоминать не буду, о ней говорили уже 100-500 раз, просто вот ее показываю вам, что это все еще фаворит, и уберу. А вот эти два фаворита, мне кажется, я не слишком часто упоминала, поэтому о них давайте поговорим подробнее. Первый и самый главный фаворит это Luxe Visage XXL Коричневая. Я пробовала несколько раз вот эту версию XXL черную, она мне нравилась, я ее даже вам советовала, но от нее у меня не было такого щенячьего восторга, как от коричневой. Не знаю, не знаю в чем здесь магия, но какая-то магия определенно есть. Здесь большая щеточка с частыми зубчиками, что мне замечательно подходит, потому что у меня ресничек много. Эта тушь не склеивает ресницы, что самое главное, она их удлиняет, она придает объем, и при этом реснички, они, знаете, они вот такие кукольные, разделенные, их так много, и при этом эффект он одновременно и натуральный, и завораживающий. И это просто замечательный тушь именно либо на каждый день, либо под коричневые макияжи. Взгляд становится, знаете, прям такой вот в стиле немножечко Арины Ветрянской, или же в стиле Эмили Ротаковской, такой тонный, чуть-чуть кошачий, приглушенный, такой вот прям весь секси-взгляд. В общем, не знаю, какая-то просто бомбическая тушь для вот подобного типа макияжей. И вторая тушь, которую хотела вам посоветовать, это тушь от бренда Eclipse Beauty, она вот такая вот маленькая, она мне тоже сначала не очень-то понравилась, я ее сначала вообще не поняла, но она тоже со временем раскрасилась, и ее основная фишка это то, что она делает прям очень много ресничек. Сегодня вот на мне как раз эта тушь, и у меня каждый раз, как я ей крашусь, есть ощущение, что моих ресниц стало больше. Она вот создает вот такой визуальный эффект, что как будто бы вы кукла Барби с кучей вот этих вот насаженных ресничек, их очень много, они длинные, они прокрашенные, они разделенные, их очень много, они тоже не склеенные совершенно. Единственный ее минус, это, конечно же, ее вот такой вот небольшой объем. Следующий мой фаворит это карандаш для глаз от бренда Clio, называется он Extreme Gel Presso Pencil Liner, и у меня это оттенок номер 02. Это коричневый теплый карандаш, он именно тепленький, обращаю ваше внимание, у него такая гелевая консистенция, и он хороший в межресничку и для легких стрелочек, он очень легко подтушевывается, он не сразу схватывается, я бы даже сказала, что он плохо схватывается, поэтому он не подходит для водной линии, мне на водной линии нужно его нанести на слизистый несколько раз, чтобы он там более-менее сидел, но при этом мои глаза все равно это все дело немножечко подразъедают, и до конца вечера он полностью там не просидит, но для межреснички он очень комфортен и не раздражает мои такие сильно чувствительные, аллергичные глаза. Меня может раздражать потом вот этот вот сам факт того, что я туда чем-то лезу, меня потом дико раздражает, собственно, процесс демакияжа вот этого всего из межреснички, опять-таки потому что очень чувствительные глаза, но именно процесс нанесения, процесс носки этого карандаша не вызывает никаких неприятных ощущений, поэтому если вы тоже чувствительны к таким вещам, то могу вам этот карандаш для этого посоветовать, но вот для слизистой я его, к сожалению, не рекомендую. И то, чем я красилась, наверное, чаще всего за последнее лето и уж тем более за сентябрь, это, как ни странно, даже не палетки, это какие-то вот такие вот вещи, в особенности стики. Самый любимый стик, наверное, последних трех месяцев, это стик от бренда Шик в оттенке Pave или Power, ну, в общем, вы поняли, коричневый стик, он там такой один из тех четырех, что в последнее время выходили. Мне на самом деле нравились еще и вот эти вот два, которые тоже вам показывала для быстрого макияжа, но все же непосредственно фаворит лето, тот, кому рука тянулась больше всего и кого брала с собой в разные поездки, это все-таки именно коричневый стик. Это тепленький коричневый оттенок, не темный, он с серебряными блесточками, он вот такой, как будто бы чуть-чуть толповый, и он очень легко наносится и легко тушуется. Сегодня на мне тоже нанесен вот этот вот стик, но чуть-чуть сверху я нанесла однушку капеллу. Для поездок это супер, потому что все, что вам нужно взять, это вот этот вот стик. Растушевать вы его можете пальчиком. Я, правда, предпочитаю все-таки пройтись еще бронзером, но все же вам не нужны дополнительные кисти, вам не нужны дополнительные оттенки, просто взяли его, закинули в сумочку и получили очень даже красивый макияж. Класс, над которым вообще не нужно стараться и с которым не нужно полчаса ничего вытушевывать. Просто нанесли, подтушевали, тушью реснички накрасили и побежали. Мега быстрый и простой вариант, поэтому-то я их и любила. Но основная загвоздка с этими стиками заключается в их стойкости, потому что у разных людей разный ответ на этот вопрос. Держится ли на вас этот стик? На мне они, к сожалению, до конца дня без базы не держатся. Они у меня начинают чуть-чуть скатываться и как будто бы чуть-чуть тоже подсъедаться моими веками. Поэтому я все же использую их на базу. И в основном, если мне не лень, то наношу еще что-то сверху, просто чтобы потом это точно хорошо смотрелось. Ну и, конечно же, спарклы. Спарклы тоже любила за простоту нанесения. Опять-таки, либо поверх стика, либо поверх кремовых теней, либо даже вообще без кремовых теней, без стика просто чем-то намалевал себе складку. Нанес вот эти вот спарклы и макияж уже просто... И последний мой фаворит из не палеток для глаз, это, конечно же, праймер от бренда Сергей Наумов. Ну, ребята, я знаю, что многие-многие просто не в восторге, скажем так, от моего обзора на бренда Сергей Наумов. Это не реклама, повторюсь, была. Я просто собрала все средства, что у меня были, и решила сделать это видео. Не знаю, почему многие решили, что это реклама. Видимо, мало обзора делать нынче нельзя, чтобы тебя ни в чем не заподозрили. Но праймер действительно хороший, мы его с вами многократно обсуждали. Он очень похож на праймер от бренда Urban Decay Original. Да, стоит дорого, да, в пересчете на миллилитры получается вообще ни разу не выгодно. Но если объективно рассматривать саму формулу, то как он работает, то это действительно очень хороший праймер. Как только у меня закончится праймер от Inglot в Project Penny, я определенно перейду исключительно вот на это средство. Но в перерывах, когда у меня какие-то, не знаю, мероприятия, или когда я куда-то приглашена, когда точно нужно, чтобы держалось все на глазах хорошо, я использую именно этот праймер, а не Inglot. Потому что на Inglot, к сожалению, положиться лично я не могу, но мне он тоже к концу дня уже начинает вместе с тенями подоисчезать и скатываться. Теперь давайте переходить к палеткам, к фаворитам за лето и сентябрь. И тут, к сожалению, мне вас особо-то нечем порадовать, потому что действительно красилась в основном либо стиками, либо спарклами, либо просто что-то нанесла на складку и сияшку на все веко. В общем, максимально неинтересные макияжи у меня были, такие ленивые макияжи пятиминутки. Поэтому особо-то вас порадовать тут и нечем. Просто покажу, что было, но было, честно говоря, мало. Я предполагаю, что все-таки дело в жаре. Потому что моя любовь к палеткам, она никуда не делась. Она все еще со мной. И надеюсь, что летом, ой, осенью все же она ко мне вернется. И страсть к палеткам и к их использованию на глазах, а не просто их созерцанию в комоде, тоже вернется. Итак, первое, что любила, это вот эту вот палетку от бренда Yves Saint Laurent в оттенке номер 100. Мега повседневная, простая палетка. С ней вообще не нужны, не нужны никакие макияжные навыки, никакие специальные, дорогие кисточки. Она очень проста в обращении, просто вжух-вжух и готова. Максимально простой вариант макияжа, очень быстрый, мега податливая формула, опять-таки, с которой вообще не нужны никакие навыки. И при этом палетка очень быстрая в нанесении. Не нужно с ней полчаса ничего на глазах вырисовывать. Сегодня, кстати, для вот этого всего дела я брала в складочку вот этот вот оттенок. Он прям замечательно подходит в складку, но он все же чуть-чуть холодноват. И если вы, дама, загорелая, или же если у вас теплая темная кожа, то в таком случае, возможно, на вас этот оттенок не будет смотреться прям так хорошо. Потому что сегодня на мне, например, тоже он дал ту холодинку, которую я на себе обычно не вижу. Сейчас у меня есть немножечко еще загара, поэтому такие моменты всплывают часто. Но если вы, девушка, не сильно смуклая и не против холодных, холодноватых, не холодных оттенков, то эта палетка вам замечательно подойдет. Следующие две палетки, мне кажется, уже неприлично показывать на моем канале. И это, конечно же, две палетки и сама. И знаю, что показываю их, наверное, во всех фаворитах, уже устали. Но действительно, это то, к чему руки тянулись больше всего именно вот летом и в сентябре. Потому что делала вот такие быстрые макияжи, в которых жух-жух и готово. Эти палетки с этим хорошо справляются, потому что здесь одни лишь сияшки. И все, что тебе нужно сделать, это просто выбрать цвет сияшки, которую ты хочешь нанести сегодня. Можно выбрать еще вторую, которую нанесешь на центр века или во внутренний уголочек. В общем, не то, чтобы здесь что-то было серьезное и сложное, как вы понимаете. Для более темных макияжей или же просто для зеленых любила эту палетку. Все еще ее люблю, обожаю. Много раз вам про нее рассказывала, поэтому не буду занимать сейчас ваше время этой палеткой. И для чего-то более яркого, цветного, соответственно, брала вторую и самаю. Ни кабельки не жалею о покупке, что первой, что второй палетки. Они безумно красивые, безумно приятные. И сейчас у меня период, когда мне хочется продать, наверное, половину своих палеток. Я пока держусь, все не продаю. Но все же, наверное, вот эти вот две палетки меня не покинут в таких расхламлениях точно еще долгое-долгое время. Потому что они дают максимальную вариативность макияжей. Столько здесь разных оттенков. Так можно играться с финишами, что даже в настроении не красится, ты все равно будешь ими краситься. И палетка помощник, которую очень часто использовала, опять-таки, все лето и сейчас в сентябре. Это палетка от Viseart Neutral Mats. Не знаю, максимально скучная палетка. Вообще не фанатею по матовым оттенкам, как вы знаете. Но постоянно тянутся руки, в особенности к вот этим вот двум рефилам. Очень часто их используют для ресничной линии. Когда хочется туда добавить карандашик, чуть-чуть его подтушевать, потом карандашик, соответственно, чем-то таким закрепить. Не во всех палетках прям такие насыщенные коричневые или же черные оттенки есть. Поэтому вот эта палетка, она у меня постоянно то здесь на столике, то там, то здесь, то там. В общем, постоянно я ее достаю, убираю, достаю, убираю. И, наверное, это повод ее включить в эти самые фавориты. Дальше давайте переходить к фаворитам средств для лица. И тональная основа, которая у меня стала фаворитом, это, как ни странно, Шик Skin Impression Foundation. И это удивительно, потому что в своем обзоре на вот эту вот тональную основу я говорила, что она мне, в принципе, не очень-то сильно нравится. Потому что под нее нужно очень хорошо подготавливать кожу, как и под другие тональные основы от бренда Шик, что у меня есть. Они умудряются иногда запасть в поры, расширенные особенно в Т-зоне. Они умудряются найти сухость, которой у тебя на лице нет. Они, иными словами, умудряются находить на лице то, что находить совершенно не нужно. И наносить их нужно исключительно спонжем. Потому что с кистью, к сожалению, ни эта тональная основа, ни Velvet Cover Foundation не дружат. И, несмотря на все это, руки к этой тональной основе летом действительно тянулись. Тянулись в основном, потому что эта основа не блестящая. Сейчас очень много тональных основ, в принципе, тренд на вот эту вот сияющую, блестящую кожу. И это все, конечно, прекрасно, но летом я, человек с комбинированной кожей, чувствует себя просто масляным блином. И если это все дело еще приправить сияющей тональной основой, то это катастрофа. Мне летом нужны либо матовые тональные основы, либо вот такие. Она не матовая, она не сияющая, она скорее с натуральным финишем, но все же ближе к матовому, не к сияющему. И это то качество, за которое я ее полюбила этим летом. Нельзя сказать, что она хорошо перекрывает недостатки, все же прям воспаление она не перекроет. Здесь среднее покрытие, оно не плотное, оно не тонкое. Поэтому, иными словами, такая, знаете, вот не туда, не сюда тональная основа. Однако есть и большое ощущение, что как будто бы от тональных основ шик появляется больше воспалений. Так что, если у вас кожа очень чувствительна к таким вещам, то будьте аккуратны. Лучше, наверное, эту покупку не осуществлять, если ваша кожа такая же реактивная и готова вас обсыпать на любое происшествие с ней. Следующий мой фаворит – это консилер от бренда Сергей Наумов. Да-да, опять Сергей Наумов. Ребята, никто мне ничего не платил, к сожалению. Ребята из команды Сергей Наумов готовы принять деньги, готовы. Но, к сожалению, это, я говорю, просто от себя. Действительно хороший консилер. Мне понравилось то, что он тоненький, он совершенно не сушит кожу. Он как будто бы такой ухаживающий, увлажняющий. Очень подойдет для кожи возрастной, потому что не будет ее сушить, не будет западать в морщинки. Очень хорошо он подтушевывается, он вообще не виден просто на зоне под глазами. Но как вот, как ваша родная кожа и лежит. В общем, очень тоненький, увлажняющий и при этом освежающий. Ладно, следующий фаворит, и тут, наверное, не удивлю абсолютно никого. И это бронзер от бренда Yves Saint Laurent All Ours Hyper Bronze. Оттенок у меня номер 02. Мне нравится этот бронзер за его натуральность и за его оттенок. Оттенок здесь не рыжий и не холодненький. Он именно серединка наполовинку. Он не даст вам ощущения поджаренной курочки. При этом здесь такая легкая, как будто бы полуневесомая текстура. И что ты добавляешь этот бронзер, что не добавляешь на лице, как будто бы нет никакого плотного слоя. Он совершенно по текстуре своей незаметен. Но при этом по чуть-чуть добавляется оттенок. И это хорошо, потому что этот бронзер можно таким образом наслаивать и варьировать под тот результат, который вы хотите. Можно совсем вуально нанести, тоненько, полупрозрачно, незаметно. Можно, наоборот, чуть больше наносить и получать, соответственно, более яркий результат. Мега приятная формула, с которой особенно повезет новичкам, кто боится поставить пятна, кто боится переборщить. Вот с этим бронзером вы точно не напитните, точно не переборщите. И если какие-то вдруг огрехи и будут, вы легко их подтушуете своей кисточкой. Он настолько неприхотлив, чтобы вы понимали, что я его наношу вот с синтетикой. Вот обычной вот этой вот кисточкой из синего набора с кукурузным синтетическим волокном с Алиэкспресс. Просто вот им набиваю и все. Следующий мой фаворит. И, ребята, это не реклама, господи, одни и те же бренды немножечко здесь мелькают, но... Это пудры от бренда Шик. Палетка пудры от бренд Шик. Я долго противилась этой покупке. Очень долго. Действительно, я была одной из первых, кто говорил, что нет, мне это не надо. Не эта палетка, не палетка с румяными. Ну ладно, палетку с румянами я до сих пор так и не приобрела и не собираюсь. Но все же по поводу пудр я сдалась, я приобрела эту палетку, я ее тестировала все последние месяцы. И решила, что все-таки она достойна того, чтобы быть в этом видео. Что же тут такого? А ничего на самом деле, ничего такого необычного. Вот если я за вот этот вот бронзер готова рвать и метать и говорить, что это прям волшебство в квадратике, то здесь нет никакой магии, здесь нет ничего такого супер уникального. Но почему-то руки, блин, тянутся к этой палетке. Светлая пудра здесь, средняя пудра и, соответственно, темная как скульптор. Темная вот эта вот скульптурирующая пудра мне не очень нравится, потому что она плотнее как будто бы спрессована, чем первые две. И она, соответственно, дает более незаметный результат. Нужно сильно прям все это дело наслаивать. И мне на лице просто это не очень нравится. Я в целом скульпторы не очень-то и люблю. Мне больше нравится, соответственно, пудра средняя и светлая. Средняя пудра, она такая, она странненькая, она подойдет для предкоррекции, она подойдет для дополнительной подтушевки чего-то там на глазах, если вдруг напортачили с тушевкой или если хочется ее сильнее увести в кожу, то вот эта вот пудра средненькая, она для этого замечательно подойдет. Ко всем коричневым или же тауповым оттенкам, она просто замечательно будет таким переходным оттенком между вашим таупом и цветом кожи. А светлую пудру, соответственно, для этого тоже можно использовать. Светлая пудра у меня есть вот здесь вот в однушке, но мне почему-то однушка не так нравится. У меня есть стойкое ощущение, что в однушке этой пудры как будто бы немножечко другого оттенка, как будто бы она чуть-чуть розовее. И сколько бы я не пыталась подружиться с однушкой, но такого удовольствия я от нее почему-то не получаю, как от вот этой пудры. Ее я сейчас использую в основном под глаза или же вот на зонах вокруг крыльев носа, возможно, чуть-чуть на подбородок, в основном для шлифовки макияжа. Когда хочется чуть-чуть пройтись, вот здесь вот все выровнять по цвету, чуть-чуть подсветить, вот тогда эта пудра замечательно выступает у меня в руках. Использую ее в основном с вот этой вот кисточкой от N-Beauty N5. И вот этот вот маленький лепесточек, это, соответственно, тоже мой фаворит, именно вместе, в тандеме с этой палеткой пудр. Вот очень она такая маленькая, приятная, замечательно подлазит к крылышке носа, замечательно вот здесь вот проходится. Даже если у вас, как и у меня, лицо маленькое, глаза маленькие, все равно вот в эту зону эта маленькая лапка будет замечательно, собственно, вставать. Очень хорошая кисточка, ее я почему-то не так сильно любила до появления вот этой вот палетки у меня в руках. И последние два фаворита для лица, это, собственно, румяна. Первые румяна, которые, скорее всего, не попадут в фавориты года, но являются фаворитами лета, это румяна от бренда Milk Makeup, вот эти вот желешные румяна, которые называются Cooling Water Jelly Tint. У меня это оттенок Spritz. Эти румяна, они действительно в форме желе, они, кстати, у меня уже подтекают в комнате довольно тепло, но все еще они, сам стик, точнее, не растаяли и на всякий случай выкину, чтобы не испачкаться. Эти румяна, они легко наносятся, что поверх незакрепленной тональной основы, что поверх тональной основы с пудрой, вот прям вообще не важно, по крайней мере, на мне это не играло никакой роли, они очень быстро схватываются, поэтому их нужно просто моментально тушевать. Я обычно наношу прямо на лицо. Я не церемонюсь, потому что если наносить, например, сначала на руку, а потом с руки пытаться перенести, то, во-первых, у вас почти ничего не перенесется, во-вторых, у вас будет краснющая рука, с которой вы ничего потом не сотрете, и, соответственно, толку в этом вообще нет. Можно наносить сразу же вот так. Но тут получается тоже очень такое малозаметное нанесение, очень такое тоненькое, и захочется, скорее всего, все больше и больше наслаивать. А я жопа ленивая, я люблю, чтобы все хорошо работало с одного слоя, максимум с двух. Мне лень делать 100 наслаиваний, поэтому обычно я просто наношу сразу на лицо и быстро-быстро тушую. Наносить лучше, конечно же, на только одну сторону, соответственно, тушевать, потом наносить на вторую сторону и тоже тушевать, а иначе все схватится. Ну вот то, что они так быстро застывают и потом оставляют везде оттенок, это, конечно, определенный минус этих румян, но у них очень приятный такой розово-коралловый-персиковый оттенок. Он скорее даже кораллово-розовый, нежели персиково-коралловый, и они довольно стойкие. Они очень приятного такого оттенка, мне кажется, очень освежающего, очень летнего, но все же очень специфичная текстура, которая мало кому понравится, и, скорее всего, до фаворитов года они не доползут. А вот румяна от Холика Холика, они как раз-таки до фаворитов года точно доползут. Тоже уже не раз вам показывала эти румяна, в том числе в своих фаворитах моему июня, если не ошибаюсь, или в каких-то промежуточных видео летом. В общем, вы видели уже сто пятьсот раз эти румяна в потрясающем оттенке стробори, поэтому быстренько просто их упомяну, если вдруг вы у меня новичок на канале и не слышали про эти румяна, просто обратите на них свое внимание. Невероятно красивый, нежный розовый оттенок, приятнейшая текстура, хорошо на лице держатся, легко тушуются, прям вообще не надо никаких навыков. Замечательные, потрясающие румяна, которые должны быть у каждого. И перед тем, как мы перейдем к уходу, хочу вам показать еще дополнительно несколько кисточек из тех, что любила. Так как моим фаворитом в основном были какие-то либо стрелочки, либо что-то нанесенное тоненько около ресничной линии, то мои главные фавориты это, конечно же, вот эти вот две кисточки от бренда N-Beauty. Для стрелочек это кисточка S33, она такая плотно набитая, тоненькая, с ровным срезом, и она просто как магическая палочка-выручалочка вытягивает любую стрелочку в тоненький-тоненький кончик. Если у вас не получаются стрелки, то возьмите эту кисточку, гарантирую, у вас с ней все получится. Я вот тоже очень сильно сомневалась, когда слышала такие похвалы в адрес этой кисточки. Есть у меня похожие формы, но они даже близко так не работают, как эта кисточка. Вот она действительно будет палочкой-выручалочкой. Вторая кисточка, которую вообще не могу тоже выпустить из рук, это кисточка N-Beauty A11. Это маленький такой карандашик, бочоночек, который очень хорошо тушует карандаш. Эта кисточка тоже очень плотно набитая, и это ее основное отличие от подобных кисточек. У меня есть кисточка, например, отрефор, в похожей форме, но она гораздо мягче, и мне из-за этого не так удобно растушевывать карандаш именно вот этой кисточкой. Почему-то руки все равно тянутся исключительно к N-Beauty, и если мне не изменяет память, по-моему, она была долгое время не в наличии на сайте, и некоторое время назад она снова появилась, и ее наконец-то можно приобрести. Так что, если у вас ее еще нет, но карандаши вы используете постоянно, и их подтушевываете, то я бы советовала обратить на нее свое внимание. И три кисточки от бренда Анастасия Воевозина. Во-первых, это похожие на предыдущие варианты. Это такие маленькие-маленькие карандашики, но я их в основном использовала для нанесения сияшек либо во внутренний уголочек, либо на нижнее веко, соответственно, в основном с и самой. Почему я брала именно эти кисточки? Потому что у меня очень маленькие глаза. Не знаю, что видно у вас там на камере, на экране, но я девушка миниатюрная, я метр пятьдесят восемь ростом, лицо у меня небольшое, глаза тоже маленькие, и на самом деле не каждая кисточка удачно мне подлазит вот в эту зону. И, соответственно, чем меньше вот такая кисточка, тем мне лучше. Вот эти вот малюсенькие-малюсенькие карандаши, они замечательно подлазят мне под реснички, наносят ровно столько, сколько нужно, не делая одну большую сияющую полосу, и при этом они очень хорошо набирают сияшки и хорошо их отдают, потому что, к сожалению, не все такие кисточки хорошо справляются с этой задачей. Некоторые просто-напросто сияшки не набирают. Вот эти набирают. И, соответственно, кисточка 0.10, это уже плоская лопаточка, тоже от Анастасии Воеводиной, и тоже я ее использовала в основном для сияшек, она тоже очень хорошо их набирает, и при этом не теряя по пути, их наносит на веко. Предыдущие кисточки были, это, кстати, сейчас скажу, их номера. Та, что побольше, это 0.33, и та, что поменьше, это 0.32. Теперь давайте переходить к уходу. Видеочувствую будет длинным, но что сказать, все-таки 3 месяца мы с вами пытаемся тут объять. Первое, что хочу показать из ухода и чуть-чуть реабилитировать в ваших глазах, но тоже и похвалить, знаете, и кнут и пряник сейчас будут, это SPF от бренда Dalmo. Этот SPF мы с вами многократно уже обсуждали и хвалили его, и наоборот критиковали, и хочу сейчас добавить несколько новых фактов. Я его взяла с собой в Египет, там было, соответственно, очень жарко, вы знаете, там сгореть можно как нефиг нафиг, просто чуть-чуть вышел, посидел на солнышке без SPF, и ты считаешь, что уже сгорел, особенно если вы, в принципе, светленький человечек. И с вот этим вот SPF у меня лицо даже не покраснело, даже не подрумянилось совсем, вот прям совсем. Для меня это редкость, потому что я очень быстро сгораю, особенно вот эта вот зона под глазами, я просто становлюсь как индейец. У меня вот здесь вот такие вот красные полосы появляются, и все. С этим SPF у меня этого не было совершенно, у меня лицо приехало практически полностью белое, ни капельки не загорелое, и, на мой взгляд, это прям хороший результат в качестве работы SPF. Он действительно водостойкий, мне не приходилось его обновлять слишком часто, но все же под макияж я его все еще не советую. Вспоминаем предыдущую критику. она заключалась в том, что в качестве городского SPF, если вы краситесь, он не подходит, потому что тональная основа поверх этого SPF ложится плохо. Поэтому я могу вам посоветовать этот SPF в качестве городского, только если вы не краситесь, потому что он не жирный, и он не будет лежать вот таким вот масляным блинчиком у вас на лице сверкать. Также могу его посоветовать в качестве SPF для лица на море, который не нужно обновлять каждые 5 минуты, который действительно хорошо вам будет защищать лицо, но совершенно, совершенно не советую его как SPF под макияж. Следующий мой фаворит это сыворотка от бренда Skin Prebiotic и называется она Skin Saver. У меня она почти закончилась, так сильно я ее любила, почти каждый день пользовалась, так что не буду вам показывать ее консистенцию, покажу только из старых кадров. Эта сыворотка хорошо увлажняет кожу, она помогает бороться с покраснениями, она помогает бороться с воспалениями, что для меня очень актуально, ведь кожа у меня комбинированная и проблемная, и действительно кожа с ней чувствует себя гораздо лучше, чем без нее или же с какими-то другими сыворотками. Пожалуй, так же сильно я люблю только сыворотку от Art Infact с неоцинамидом и календулой. В общем, эту сыворотку, когда она у меня закончится, я обязательно приобрету еще, потому что на моей коже это работает просто потрясающе. Следующий фаворит, это фаворит для очищения кожи, и это гидрофильное масло от бренда Manio, называется оно Pure Cleansing Oil, и оно у меня закончилось уже примерно на две трети, если не больше. Это гидрофильное масло просто как хорошее гидрофильное масло, хорошо очищает кожу, не оставляет после себя вот этой вот самой пленки на лице, но, к сожалению, на глазах пленочка все же есть, поэтому очищать макияж глаз при помощи этого гидрофильного масла я не люблю, как и при помощи, в принципе, любого другого гидрофильного масла. Но для всех остальных нужд оно очень даже хорошо растворяет, в том числе и стойкий макияж, что важно. Следующий мой фаворит, это тоже фаворит от бренда Manio, у меня их, в принципе, тут три штуки, и два оставшихся фаворита от этого бренда, это фавориты из серии Bifido Biome. Первый фаворит это тонер, и это просто потрясающий тонер, который действительно чуть-чуть увлажняет кожу, как будто бы даже после умывания делает вашу кожу более, не знаю, как это сказать, как будто бы стабильный, не знаю, очень трудно описать действия хорошего тонера, потому что тонер чудес не делает, в отличие от сывороток, в отличие от кремов, это не то средство, с которым есть какой-то мощный то после. Но кожа не такая сухая, после этого тонера чувствуется, что как будто бы действительно этот самый барьер не полностью нарушен, и лицо не стягивается, в принципе, лицу просто комфортно и приятно. Очень хороший тонер, конечно, довольно дорогой, поэтому я вот средства от этого бренда беру только на скидках в золотом яблоке, ну или не в золотом яблоке, но только на скидках, самое главное. И второй мой фаворит, который многократно вам показывала, это мист, тоже из серии Bifido Biome, называется он Bifido Ampoule Mist. Это у меня вторая упаковка, и хоть я не являюсь фанатом вот таких вот мистов, у меня кожа в принципе комбинированная, совершенно не сухая, и в постоянном каком-то дополнительном увлажнении не нуждается, но почему-то, почему-то руки постоянно тянутся к этому средству, настолько оно приятное, такое прям легкое-легкое, мелкодисперсное облачко дает этот мист, очень хороший распылитель, легкое увлажнение, очень быстро все это дело впитывается, и добавляет как вот такую просто увлажняющую дополнительную прослойку на лице. В общем, прикольная штучка, но, конечно же, первой необходимости в ней нет. И следующий мой фаворит, это фаворит буквально недавнего времени, он у меня появился, наверное, позже всех остальных, и это крем для лица от бренда The Ordinary, называется он Natural Moisturizing Factors плюс HA, то есть, наверное, гиалуроновая кислота. Этот крем мне попался в адвент-календаре Asos, если я не ошибаюсь, и открыла я его только недавно. Но когда я его открыла, я прям удивилась, и я прям взбодрилась. Этот крем, он с такой немножечко странной консистенцией, как будто бы взбитого сливочного масла, какой-то такой взбитый мусс, и он такой беленький, его нужно чуть-чуть подольше растирать, чем обычный крем, но когда вы всё-таки его нанесёте, окажется, что у него очень приятная такая консистенция, текстура, он как будто бы буквально сразу кожу и напитывает, и увлажняет, и она становится более приятной, тактильной, как будто бы вот именно каким-то маслечком чуть-чуть прошлись, но не жирным, а тем, которая заполнила все вот сухие участочки, и сделала кожу ровной и приятной. Здесь, наверное, похож эффект со средствами для тела, когда наносишь, например, на сухую кожу и сушенную этой водопроводной московской водой наносишь крем, и кожа сразу такая, буквально хоба, и сразу стала приятная, нежная, хочется её трогать, вот с этим кремом похожий эффект, но не на коже тела, а на коже лица. И последнее, что хочу вам показать для лица, это не фаворит, это как раз-таки первое разочарование в этом видео. И это вот такой вот спрей от бренда Дальба в коллаборации с золотым яблоком. Этот спрей, соответственно, с экстрактом цинтеллы азиатской, ну и, естественно, с белым трюфелем, как и все средства у бренда Дальба. Этот спрей я купила себе в основном для моря, потому что думала, что в Египте будет такая дикая жара, что любой уход будет просто сушиться на моей коже и кожа будет постоянно сухая-присухая, но оказалось, не тут было благодаря вот этому крему. Кожа была в абсолютном порядке, не иссушена совершенно. И вот этот вот спрей я думала, что просто будет у меня лежать постоянно в сумочке, там на пляж, или там в бассейн, еще куда-то для дополнительного такого увлажнения и чтобы освежиться. Но, к сожалению, как и обычный спрей, этот спрей тоже мне не зашел. Во-первых, мне не понравился распылитель. Он дает тоже мелкодисперсное распыление, не крупное, не мощную, бьющую у вас в лицо струю, как, например, у спрея Influence Beauty увлажняющего, но все же здесь просто, как бы сказать, я, наверное, просто зажралась, но у манью ты можешь держать вот на таком расстоянии свой спрей и до тебя долетят эти самые капли и ты почувствуешь на своем лице разницу, что на тебя попала вот эта вот вода, этот мист и лицо стало мокрым, нужно дождаться теперь только, чтобы оно там все подсохло. С этим же спреем, если вы будете вот так вот наносить, у вас на лице не будет никакого ощущения, его нужно наносить именно вот так вот близко, иначе ты трогаешь свою кожу, а на ней ничего абсолютно нет. Если на ней ничего нет, то и эффекта, собственно, нет. Но это, это мелочи, да, то есть он близко, далеко, не то чтобы большая разница. Мне не понравилось то, что я от него толком ничего не чувствую. Вот здесь ты чувствуешь сразу увлажнение, вот здесь я не чувствую ничего. Это первый момент. Второй момент, здесь обычно вот этот вот зеленый слой, видимо масло, я понимаю, почему так происходит, что снизу сыворотка, сверху вот это масло, оно не может все выглядеть одинаково, потому что у них разная вот эта вот плотность, масло вверх поднимается, но все же это смотрится очень плохо, тем более, что в этом масле есть вот одна такая капелька как будто бы чего-то еще, и выглядит это все так, как будто бы эта сыворотка стухла. Ну не знаю, вот прям очень некрасиво это визуально, я понимаю, что это такая мелочь, ребята, ну прям действительно мелочь, вот она называется докопалась, но каждый раз, когда я на нее смотрю, я хочу отвернуться, и наверное, если для вас визуальная составляющая покупки, это тоже очень большая составляющая, то не советую вам брать вот этот вот зеленый спрей. Так, и остались у меня три средства для волос из фаворитов, и потом мы с вами перейдем уже к ароматам. Уже мы на финишной прямой, можно сказать, этого видео, видео чувство выйдет невероятно длинным, что поделать. Ладно, мой главный фаворит, и даже не один фаворит, а комбо фаворитов для волос, это вот эти вот два средства. Шампунь для волос Davines Love Curl Shampoo, и также это кондиционер для волос от бренда Epica Professional Intense Moisture. Эта комбо мне посоветовала подруга, я попробовала, когда мы были вместе в поездке, ее вот эти вот средства для волос, потому что изначально я не верила, что это так хорошо работает, но когда я один раз попробовала, я себе приобрела, несмотря на стоимость этого дела, причем кондиционер стоит еще нормальных денег, а вот шампунь Davines стоит 3 300, и это вообще пипец, тракторист вообще от нам отдыхает, потому что я такие деньги, честно говоря, за шампунь никогда в своей жизни не платила, и жаба душила просто страшно, прям не хотелось мне покупать этот шампунь, но когда я попробовала у нее это комбо, я решила, что надо, надо расчехлять свой кошелек, и надо потратиться. После этого комбо волосы невероятно мягкие, у меня волосы вьющиеся, они пористые, они сухие, постоянно волоски, торчатка-контенки туда-сюда, волосы лишены вот этой вот самой влаги, они не очень-то сильно сияют, после вот этого комбо волосы гораздо увлажненнее, и даже после душа они более мягкие, обычно они становятся более такими мягкими уже после уходовых дополнительных средств, когда пройдешься маслом, когда там пропшикаешься, когда волосы определенным образом высушишь, потому что если я их сушу естественным образом, то они потом вообще как мочалка или солома, иными словами, просто от этого комбо качество волос стало чуть лучше, как будто бы я на них уже наносила дополнительный уход, а я как бы не наносила, и поэтому мне эти два средства очень даже понравились. Шампунь сам по себе, он чуть-чуть увлажняет волосы, и он довольно хорошо пенится, его не нужно наносить в большом количестве, его можно нести совсем чуть-чуть, непосредственно же кондиционер, это, наверное, первое, что я бы приобрела из этого комбо, потому что он действительно мега увлажняющий, это какая-то мега увлажняющая бомба, и даже после его нанесения с обычным шампунем уже, по крайней мере, на моих волосах есть разница. Она есть, в принципе, и с шампунем по сравнению с моим обычным, он тоже дает более увлажненный эффект, и волосы даже в душе, вы знаете, после шампуня они порой как будто бы более такие жесткие, на которые хочется срочно нанести либо маску, либо кондиционер, в общем, что-то, чтобы они стали помягче, поприятнее. После этого шампуня они сами по себе уже такие. Короче, вместе это классно, но я не знаю, как поведет на вас вот это вот комбо, если у вас какие-то другие волосы, особенно шампунь, потому что шампунь все же предназначен больше для бьющихся волос, а не для всех, каких можно. Поэтому, если у вас другой тип волос, но вы тоже хотите что-то супер такое увлажняющее, то я бы, наверное, посоветовала попробовать сначала именно вот этот вот кондиционер, а вот шампунь это вот уже зависит от ваших волос, надо оно вам или же не надо. И последний мой фаворит для волос это лак для волос от бренда Капус, лак Неркнормал. Вот такой в общем лак. Его я купила, по-моему, просто потому, что он был недорогой, покупала в золотом яблоке, здесь 100 миллилитров, и это оказался довольно неплохой лак. Он, конечно, вонючий, прям сильно вонючий, как, наверное, любой другой лак для волос, но при этом волосы не слиплись, волосы не выглядят как грязные, волосы при этом держат еще немножечко свою форму, конечно, немного у меня разбиваются пряди, но все же, на мой взгляд, это хороший результат, когда есть и небольшая фиксация, и при этом волосы не грязные, и при этом они по ощущениям не слипшиеся, не жесткие, в общем, вполне неплохой лак. И стоил, по-моему, он вообще недорого. Ладно, и теперь давайте переходить к моим последним фаворитам и разочарованиям, и это будут фавориты и разочарования из ароматов. мой главный фаворит из ароматов, это аромат от бренда Montal Vanilla Cake. У меня это 8 миллилитров, вот такой вот отливантик, я брала все эти отливанты на рандеву. Это не реклама, ребята, мне даже не присылали это бесплатно, это я покупала все за свои деньги, потому что я вот такой вот шопоголик-маньяк, у которого в одном месте свербит, и мне надо периодически купить то косметику, то уход, то какие-то парфюмы новые попробовать, в общем, интересно пробовать. И вот этот вот ваниллый кейк меня просто в себя влюбил, потому что это действительно запах ванильного пирога. Это ванильный сахар, наверное, да, но не супер сладкий, не сильно неприторный, немного кондитерский, знаю, что кондитерская такая ваниль не всем нравится в парфюмах, но тут она очень приятная, вот чисто ванильный даже не пирог, а ванильный кекс, да, вот кекс, правильное слово, такой ванильный приятный кекс, такой мягкий, теплый, вот только-только испеченный, вот он пахнет у вас на весь дом, невероятно, какое-то ванильное печенье еще возможно, это очень сладкий, не душащий аромат, который так и хочется съесть, очень советую, это, это мега вкусно, это, это божественно, я пока не знаю, куплю ли полноразмерную версию, потому что 8 миллилитров мне хватит надолго, так как я использую постоянно разные парфюмы, но, но скорее всего, я полноразмерку приобрету, по крайней мере, из всех остальных парфюмов, это главный претендент на полноразмер. Второй мой фаворит это Ричард Дёрти Манго, и этот аромат мне понравился гораздо больше, чем Вильгельм Парфюмерии Скин Манго, нет, Манго Скин, да, там все-таки очень яркая эта нотка кожи, и она меня душит, поэтому для меня тот аромат был иногда приятный, иногда неприятный, один раз нанесешь и вроде нравится, другой раз нанесешь и вроде бы тебя уже от него подташнивает, в общем, как-то вот с ним было постоянно непонятно, а здесь только манго, спелое, сочное, сладкое, яркое, вот как раз то, чего я хотела, ноту кожи оттуда убрать, добавить чуть-чуть сладости, и вот аромат вот этого сладкого, не знаю, возможно, египетского манго, но в общем такого, которое не наше, российское, которое такое тверденькое, а именно вот такое вот расползающееся, растекающееся, мега сочное манго, вот это оно, если вы тоже искали именно сладкое манго, без дополнительных примесей, еще чего-то, то это вот Ричард Дети, Дети, манго. Следующий мой фаворит, это тоже фаворит кондитерский, можно сказать, и это тоже бренд Ричард, и это аромат Кейк Попс. Это тоже что-то похожее на кондитерское печенье, то есть кондитерский сладкий запах, но здесь добавлены еще как будто бы какие-то сухофрукты, но сладкие, мне здесь почему-то чудится в основном ананас, но вот какое-то печенье с ананасом, если такое вообще есть, в общем, печенье, которое лежит, лежит, лежит рядом со спелыми, сочными фруктами тропическими, вот, тропические фрукты, плюс вот что-то такое тоже кондитерское приятное, вот очень тоже хороший, но полноразмер его я скорее всего не возьму, манталь мне нравится все же гораздо больше, но вот эту вот небольшую миниатюрочку я тоже с большим удовольствием на себя изведу. И последний, мой фаворит, и это удивительный фаворит, потому что это Том Форд не роли Портофина, и вот эти вот миниатюрочки с вот этим ароматом я использую уже не первое лето, полноразмерку я себе так и не покупаю, потому что, во-первых, это очень дорого, а во-вторых, не факт, что надо, но обычно, как я уже сказала, ароматы Том Форд меня душат, я обожаю табак ваниль, но я не могу его наносить, у меня мигрень начинается буквально сразу, а вот не роли Портофина, он почему-то не вызывает у меня такой реакции, и он очень хорошо заходит летом, поэтому и показываю в летних фаворитах. Это такой яркий аромат, он одновременно и немножко цитрусовый, и травянистый, не знаю даже, как его описать, давайте я куда-нибудь вот сюда нанесу, вот действительно есть и какая-то свежая травка, и что-то лимонное, возможно, какой-то лемонграсс, в общем, для любителей цитрусов, и чего-то легкого, травянистого, но не горького, травянистого, а именно цитрусово, травянистого, вот это супер, на лето, на жару очень хорошо заходил, при том, что в лето и в жару я обычно не люблю наносить парфюмы от слова совсем, потому что задушил, задушил все, что только можно, и тем более это Том Форд, я бы не отважилась наносить, но черт меня дернул, еще прошлым летом нанести, похоже, вот этот вот отливань, ну не вот этот, другой отливань, огнероли портофина, и я для себя открыла, что этот аромат на лето очень хорош и даже не душит. И последний аромат, который я все же причислю к разочарованиям, потому что он не стал фаворитом, и он слишком такой для меня противоречивый, поэтому он все же разочарования, и это Монсера Арома, нет, Аморы Кофе. За этим ароматом я долго гонялась, я как увидела его описание в телеграм-канале у Юлии Килми, так я просто с ума сошла, я очень хотела его понюхать, я ходила с золотой яблоком и его нюхала, потом мне очень понравилось, я на себя нанесла, потом я купила себе на всякий случай отливант, чтобы точно понять, что оно мне надо или не надо. В общем, хорошо, что купила отливант, они сразу полноразмерку, потому что просто с одного нанесения было непонятно. И этот аромат, он привлекает меня тем, что это аромат жженых петушков, это вот именно тот самый леденец, здесь есть аромат вот этой вот чуть-чуть подожженной карамели, это так сладко, это так приятно, вот это то, чего, наверное, я ожидала от Бакары, потому что многие говорят, что вот Бакара, это жженые петушки, но для меня это просто что-то невыносимое. Вот этот аромат, это то, чего я хотела, но к сожалению, он для меня стал все же разочарованием, потому что он тоже меня душит. В один момент это жженые петушки, в другой момент это настолько навязчивый запах, от которого ты не можешь никак отделаться, который ты уже не хочешь дыхать, но он все еще тебя преследует и залезает тебе в нос, и соответственно начинается головная боль, ты начинаешь уже потихонечку ненавидеть этот аромат и хочешь побыстрее его себя смыть. Поэтому, с одной стороны, первые ноты вот этих вот жженых петушков мне нравятся, но последующая носка этого аромата к сожалению удовольствия мне не приносит и вот здесь я полноразмер точно не приобрету, хотя надежды на этот аромат возлагались просто огромные. Ну что ж, вот такие были у меня фавориты за последние три месяца. Очень надеюсь, что это пора быстро макияжей и нежелание краситься в такую жару скоро пройдет и макияжи станут снова более солидные и более интересные. Делитесь, какие фавориты были за последние три месяца у вас, что вы сильно-пресильно любили. Мне будет очень интересно почитать и другим подписчикам в общем-то тоже. Большое вам спасибо за просмотр этого видео. Если оно вам понравилось, то конечно же ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока-пока!